Всем привет! АПЛ стартует и мой прогноз на матч первого тура Манчестер Юнайтед играет против Вестхэма. Здесь у меня сразу две ставки. Первая ставка это фора на Вестхэм плюс полтора за коэффициент 2-0-2. И давайте начну именно с нее. Мне кажется, что слишком уж явно считается флорит Манчестер Юнайтед, слишком уж небольшой коэффициент на победу Макунианца. Вчера они играли против Реала и проиграли Манчестер Кубок. Не скажу, что очень здорово сыграли. Были ошибки в обороне. В принципе, Реал абсолютно по делу победил. В нападении тоже очень много всего не получалось. Лукаку пока что явно не в форме и не прижился в команде, потому что очень много моментов не мог реализовать в некоторых ситуациях. Видно было, что пока что у нее не налажено взаимодействие с партнерами. То есть, в принципе, если брать игру Манчестер, то там еще пока что команда не находится в оптимальной форме. Что касается Вестхэма, конечно, тяжело что-то говорить про эту команду, учитывая, что только чемпионат стартует. До этого проводили товарищеские матчи. Не думаю, что стоят какие-то большие выводы по ним делать. Да, там проиграли Манчестер-Сити 0-3, при этом выиграли у Баруси из Минхенгладбурга за счетом 2-1. Но в целом стоит отметить, что Вестхэм неплохо провел трансферную кампанию, заметно усилился. Пришел Чичерита, который примет участие в этой встрече. Не знаю, выйдет ли он на замену, либо в стартом составе. Пришел Арнаутович, который, я уверен, выйдет в старте в этой игре. Пришел Харт, также стоит отметить приход Сабалеты из Манчестер-Сити. То есть, в принципе, Вестхэм укрепился. Мне кажется, он может в этом сезоне побороться даже за место в четверке. При этом, что еще команда собирается сделать ряд приобретений. В принципе, команда хорошо укрепилась. Как видим, и несколько игроков в нападении. И игроки оборонительной линии, вратарь и защитник. И поэтому, мне кажется, что фор плюс полтора на матч первого тура на Вестхэм – это хорошая ставка. Плюс, важно понимать, что стиль Маурини, он не предполагает большое количество запятых мячей. И если мы берем матч Манчестера в прошлом сезоне, то очень и очень мало матчей Мью выиграл с преимуществом в 2 и более мячей. Как правило, Манчестер выиграл с преимуществом один мяч. Но и Вестхэм – это все-таки далеко не слабая команда. Действительно, очень серьезная команда АПЛ. А еще с этим приобретением, я думаю, они станут еще сильнее. Поэтому первая ставка – это фора на Вестхэм плюс полтора. И вторая ставка с очень хорошими эвцентами. Даже удивился, что эвцент такой большой. Обе команды забьют за 2-11. Если возвращаться к ставке плюс полтора, то в принципе в матчах между Мью и Вестхэмом в 7 из 9 матчей проходила фора плюс полтора на Вестхэм. В 7 из 9 последних матчей. Да, последних двух, кстати, это не прошло. Но два матча эти были. Во-первых, матч в Кубке Лиги, где не все люди из основного состава играли за Вестхэм. Но на Ултраффорд, в принципе, Вестхэм играет не так плохо. И касаемо ставки Обе забьют. Во-первых, в 5 из 6 последних матчах между Вестхэмом и Мью обе забьют проходят. И несмотря на то, что стиль Мью, стиль Маурини, он исходит от хорошей игры защиты, тем не менее обе забьют часто проходят. Ну и плюс с начала чемпионата мы видели, что Мью пропустил от Реала в 2 мячах, хотя он мог пропустить гораздо больше. Реал действительно доминировал и создавал достаточное количество моментов. Понятное дело, что Вестхэм это не Реал, но тем не менее я почему-то думаю, что Вестхэм сможет забить. Но домашний гол мочистер на этом тоже, конечно, сомневаться не должны. Вообще из этих двух ставок я рекомендую выбрать одну, потому что если одна не зайдет, то, скорее всего, и вторая не зайдет. То есть, к примеру, если Вестхэм не забьет, то, возможно, Мью выиграет совершенно 2-0. И первая ставка в фору плюс 1,5 тоже не зайдет. Но с другой стороны, если Вестхэм забивает, то я не думаю, что не пройдет фору плюс 1,5, потому что, ну я не помню, как это последний раз, Мью забивал 3 мяча. Все-таки это немного не про эту команду, которая руководит Мауринию. Уж я считаю, что максимум с теми проблемами, которые есть у Манчестера сейчас, Мью сможет забить 2 мяча. Вот. Я же все равно возьму эти две ставки, потому что считаю их перспективными, но, тем не менее, сами понимаете, пиару тур, АПЛ и много неожиданностей может приключиться. Однако от Вестхэма в этом зоне я жду неожиданности со знаком плюс. В общем, кому понравилось прогноз ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте жать на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. И в комментариях высказывайте свои мнения по поводу того, как завершится эта встреча. Также не забывайте приходить в мой паблик ВКонтакте, где я выкладываю бесплатные экспрессы, которые не появляются на YouTube-канале. Всем успехов и увидимся в следующих видео.